Девушки отдыхают Мы здесь для того, чтобы поклоняться громадному, массивному Богу благодати и славы Сегодня две перемены могут произойти в нашем сердце Во-первых, мы узнаем что-то новое о Боге, и мы станем больше понимать, какой Он И это снова, снова взорвет наш разум И во-вторых, мы уйдем отсюда с уверенностью, что Он способен удержать и сохранить нас всех Причем неважно, какие обстоятельства появляются на нашем жизненном пути У нас был тур, который называется «Неописуемый» Он является первой частью, где мы рассматривали величие Бога и величие Вселенной Кстати, кто-нибудь присутствовал на туре «Неописуемый»? Вкратце, его суть такова, что небеса возвещают славу Божью, а не произведение его И достаточно просто посмотреть вверх, чтобы увидеть величину Бога, которому мы поклоняемся Давайте мы ненадолго остановимся на галактике, которая называется «Водоворот» Кто-то скажет, мы что, будем заниматься астрономией на проповеди? А почему бы и нет? Бог, которому мы поклоняемся сегодня, является творцом этой самой галактики-водоворот Она называется любимицей астрономии Причина в том, что она находится прямо перпендикулярно к нам, живущим на Земле Так что, когда мы смотрим вверх, нам открывается этот прекрасный вид Но заметьте, галактика «Водоворот» находится в 31 миллионе световых лет от того места, на котором вы прямо сейчас сидите Я понял, вам это ничего не говорит Во-первых, вам нужно понять, как это много, 31 миллион световых лет Да, если вы вдруг забыли, то все началось так Вначале сотворил Бог небо и землю И сказал Бог, да будет свет И стал свет Это был феноменальный момент Потому что свет вышел из уст Божьих двигателей со скоростью 300 тысяч километров в секунду Такова скорость света во Вселенной А световой год – это расстояние, которое свет преодолевает за один год Можете не доставать свои калькуляторы Это 9,4 триллиона километров Ранее говорилось, что рассматривая Божьи владения, вам не поможет километр, дюйм, пятиметровая рулетка или циркуль Они бесполезны для измерения сотворенной Богом Вселенной Мы используем измерительный инструмент, называемый световым годом, длина которого 9,4 триллиона километров Если вы захотите добраться до галактики водоворот, просто умножьте 31 миллион световых лет Это расстояние до галактики на 9,4 триллиона километров Таково расстояние, которое вам придется преодолеть Вы все еще со мной? Мне интересно, здесь есть любители науки? Потому что сегодня будет научная тематика Вы можете сами посчитать, сколько это получится А можете поступить по-другому Вам просто нужно двигаться со скоростью 300 тысяч километров в секунду в течение 31 миллиона лет И тогда вы доберетесь до галактики водоворот Когда понимаешь, что она создана Богом, поражат и то, что в ней содержится 300 миллиардов звезд 300 миллиардов звезд в одной галактике А она является одной из сотен миллиардов других галактик в известной нам Вселенной, которую сотворил Бог И это еще одно напоминание для нас, что Бог, которому мы поклоняемся, огромен Он больше всего, о чем мы только мечтали Он больше нашего самого дикого воображения о нем Вот какой он Но мы закончим с этой галактикой, заглянув внутрь нее И это просто ошеломляет Телескоп Хаббл находится в космосе на высоте 568 километров над Землей Он делает удивительные снимки галактик и различных космических явлений И он заглянул в белое ядро галактики водоворот И там присутствует черная дыра И мы никогда ее не видели до тех пор, пока Хаббл не сумел ее сфотографировать Я нашел этот снимок на сайте NASA, hubblesite.org Вот что Хаббл прислал нам, сфотографировав то, что находится в 31 миллионе световых лет от нас Из ядра черной дыры в галактике водоворот Нам пришло вот такое изображение Вот здесь Это невероятно Невероятно Слава Божья, благодать Божья и милость Божья везде Куда ни посмотри Во всем творении Виден отпечаток Бога Куда ни обратись И сегодня мы хотим начать с величия Бога И посмотреть на Его размер Мы сделаем это, посмотрев на 4 звезды Вы сумеете справиться с 4 звездами? Первая простая Потому что это звезда из нашей Солнечной системы И она называется Солнце Большое спасибо Да, это наша собственная звезда Кстати, вот как она выглядит Немного более неистовая, чем мы привыкли о ней думать У нее на поверхности температура 10 тысяч градусов Но я хочу обратить ваше внимание на ее размер Она находится в 148 миллионах километров от нас И когда смотришь на нее в небе, чувствуешь себя в безопасности Кстати, свету, который движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду Требуется всего 8 минут, чтобы преодолеть 148 миллионов километров И коснуться вашей кожи здесь на Земле Но я хочу, чтобы вы посмотрели на размер Солнца Оно в 100 раз больше Земли И это важно для нас сегодня Послушайте, что говорит псалмопевец в Библии в 32-м псалме Словом Господа сотворены небеса Другими словами, Бог и пальцем не пошевелил, когда создал Вселенную Словом Господа сотворены небеса Но Он продолжает и говорит И дыханием Его рта все множество звезд И мы смотрим на Солнце, как на что-то мощное К чему мы не хотим быть ближе, чем 148 километров То есть, где мы сейчас находимся И мы читаем, что Бог просто выдохнул звезды из своих уст Это невозможно себе представить В 100 раз больше Земли Вот небольшое сравнение, которое сильно изменило мою жизнь Если бы Земля была мечом для гольфа То Солнце было бы 5 метров в диаметре Похоже, это никого не впечатлило Давайте я попробую выразить это по-другому Я подумал, что мне понадобится мяч для гольфа Поэтому я взял его с собой В течение всего вечера он будет обозначать Землю Хорошо? Вот здесь мы На нем И все в зале внимательно всмотрите с него И найдите там себя Как только вы найдете, кивните мне, чтобы я знал, что вы нашли свое месторасположение на Земле Хорошо? Ага Вижу, вы киваете Значит, уже определились Если бы Земля была мечом для гольфа То Солнце было бы диаметром 5 метров Сейчас мы увеличим изображение Чтобы получилось 5 метров Вот картина вещей Как вам это? Вот мы на Земле А вот Солнце И оно такое большое Оно настолько огромное Что в него можно поместить 960 тысяч планет Земля Так что если Земля это мяч для гольфа А Солнце 5 метров в диаметре То в такое 5-метровое Солнце можно поместить 960 тысяч мячей для гольфа Такого количества мячей хватит, чтобы ими заполнить школьный автобус Столько мячей можно поместить в Солнце диаметром в 5 метров Это массивная звезда И она одна из сотен миллиардов звезд в галактике Называемой Млечный Путь Вместе называемым Космос Который сотворен Богом Он громаден Мы поклоняемся Богу, который выдыхает звезды Теперь я хочу рассказать вам о второй звезде, хорошо? Вторая звезда просто превратила мою жизнь в полную катастрофу Я услышал о ней, когда был старшеклассником Один из молодежных лидеров упомянул ее название После этого я два месяца не знал, как мне разговаривать с Богом Она называется Битл Гиз или Битл Джуз Произносить можно по-разному, я называю ее Битл Джуз Это невероятная звезда Вот она на ночном небе Я знаю, она не выглядит как-то внушительно Но она находится на расстоянии 427 световых лет от нас Это 427 умноженное на 9,4 триллиона километров Немного приблизим ее с помощью телескопа Хаббл И понемногу начинаем чувствовать ее интенсивность Но вот что сводит с ума в этой звезде Вы готовы это услышать? Битл Джуз в два раза больше Вы точно готовы? Вы думаете, я скажу в два раза больше Солнца? Нет! Она в два раза больше орбиты Земли вокруг Солнца Вот какого размера Битл Джуз Это потрясающе! Если бы Земля была мечом для гольфа Битл Джуз была бы высотой 6 небоскребов Empire State Building Поставленных один на другой Вы видели этот небоскреб в центре Нью-Йорка? Его высота 381 метр Может быть, вам нужно сделать вот что Взять свою семью, взять мяч для гольфа Взять билеты на самолет и отправиться в Нью-Йорк Доберетесь до центра города Положите мяч для гольфа на тротуар перед Empire State Building Не переживайте, думая, что люди примут вас за сумасшедших Они вас даже не заметят в Нью-Йорке Вы перейдете через дорогу Посмотрите вверх на этот небоскреб Представите пять других таких же небоскребов Один на крышу другого Вот будет Битл Джуз А вот Земля И где-то там на ней вы Вы можете поместить 262 триллиона земель внутрь Битл Джуз Итак, если бы Земля была мечом для гольфа То их было бы достаточно, чтобы заполнить ими гипермаркет Три тысячи раз Когда я это услышал, будучи подростком Это меня сильно озадачило Потому что большей частью в своих молитвах я советовал Богу Исправлял Бога Предлагал что-то Бога Рисовал диаграммы для Бога Критиковал работу Бога Подсказывал Богу Третья звезда Оставайтесь со мной Она будет еще немного больше Она называется Мусифи Вот она на начнем небе Золотая звезда слева вверху У нас есть большой снимок этой звезды Она находится в трех тысячах световых лет от нас Но посмотрите на нее Среди множества других сверкающих звезд Я хочу, чтобы вы, посмотрев на небо, не говорили В небо звездочка сверкнет, что я знаю про нее Я скажу вам про нее Это мощная, громадная и массивная звезда Если бы земля была мечом для гольфа Мусифи была бы шириной В два моста Золотые ворота От одного конца до другого Очевидно, вам нужно поехать из Нью-Йорка на западное побережье Отправляйтесь в Сан-Франциско со своей семьей С мечом для гольфа Положите свой мяч для гольфа с одного конца моста Золотые ворота Пересеките залив Доберитесь до другого конца моста Найдите местечко повыше, чтобы виден был весь мост Золотые ворота Его длина 2740 метров Второй такой же мост Вам нужно представить себе в разуме Проделайте весь путь назад длиной в два моста Золотые ворота до самого начала Найдите там свой мяч для гольфа Это Земля, и где-то там на ней вы Одна из звезд в галактике Млечный Путь Она такая большая, что вы можете поместить 2,7 квадриллиона земель внутрь одной звезды Выкрик из зала Ух ты! Большое спасибо! Где же вы были весь вечер? О квадриллионе мы еще не говорили И мне нужно объяснить, сколько это Очень коротко Не знаю, как вы, но я не представляю размер национального долга И любое другое число больше, чем 875 долларов и 28 центов Мне пришлось с ним недавно столкнуться Назовите мне большие числа, я их не смогу себе представить Но вам необходимо понять, что такое квадриллион Потому что эта звезда безумно большая Квадриллион Давайте поступим так Все знают, что такое миллион? Похоже, все Итак, миллиард это тысяча миллионов Триллион это тысяча миллиардов А квадриллион тысяча триллионов Это все знали Вот что изменило мою жизнь Миллион секунд назад Это 12 дней назад Разве не круто? Я уверен, что вы сегодня дома будете мучить свой калькулятор подобными подсчетами Но миллиард секунд назад Вы думаете, ну, если там было 12 дней, то здесь, наверное, будет месяцев 8 Как насчет 31 года и 7 месяцев? Вот миллиард секунд назад Вы думаете, да, это немного больше, чем миллион О, да, триллион секунд назад Вы уже говорите, ага, я готов Девятнадцатый век Нет Кристофор Калун? Нет Двадцать девять тысяч семьсот лет до нашей эры Вот триллион секунд назад Квадриллион секунд назад Тридцать миллионов восьмидесят тысяч лет назад Вот что такое квадриллион секунд назад Мы говорим сейчас об очень большом числе Мусифи так велика, что вы можете поместить 2,7 квадриллиона земель внутрь одной этой звезды Но даже это не самая большая звезда, которую мы сумели обнаружить Я люблю науку И самая большая звезда, которая была найдена, называется Кейнос Маджорос Крутое имя для такой звезды Я думаю, ее название обозначает С ума сойти, какая большая звезда И она именно такая Я покажу вам ее здесь Как маленькое пурпурное сияние справа от центра Но Кейнос Маджорос Ух ты! Если бы земля была мечом для гольфа То Кейнос Маджорос была бы высотой с гору Эверест Спасибо! Вы только что избавили свою семью от расходов на билеты до Катманду в Непале Почти 9 километров над уровнем моря Самая высокая точка на планете Попробуйте, заберитесь на нее Откройте карман и достаньте мяч для гольфа Вы можете поместить 7 квадриллионов земель В Кейнос Маджорос Этих земель достаточно Если бы земля была как мяч для гольфа Покрыть весь штат Техас Мячами для гольфа Слоем в полметра Видите ли вы среди них ту землю, на которой находитесь вы? Может быть, это вам больше поможет Это абсолютно взорвало мой мозг Просто небольшое путешествие по нашей Солнечной системе Все знают наши планеты, как они располагаются Мы видим, что мы не являемся самыми крупными Даже в нашей Солнечной системе Но в то время, как мы видим Землю, вы должны знать, что мы живем на привилегированной планете Любой скажет, что мы живем в одном из особенных Если не в самом особенном месте во всей Вселенной Проходит Нептун, Сатурн, за ним Юпитер И вы говорите, ну ладно, не такие мы уж и большие, как нам казалось Обратите внимание на ту исчезающую голубую точку Это не Земля Это Нептун Земля слишком мала, чтобы ее можно было разглядеть Появляется Сириус Ее именем у нас еще радиостанцию называют Не самая большая, но на настоящий момент самая яркая найденная звезда Полокс, о котором мы не говорили Арктур Звезда с красивым именем Ригель Затем так, из-за которой я долго не знал, как мне молиться Наша третья звезда Муси Фи Ее двоюродная сестра Дабл Ю Си Фи И Кейнос Маджорас И знаете ли вы, что вы не смогли бы подойти сюда с карандашом И отметить на экране примерный размер нашего Солнца У вас бы ничего не получилось Соотнося размеры этих звезд Мы могли бы только поставить стрелочку и подписать, что если сюда поместить Солнце, то оно было бы где-то здесь Подержите, пожалуйста, мяч И когда видишь это, не знаю, как вы, а я чувствую, как будто я уменьшаюсь в размерах И это неплохое ощущение уменьшения Очень полезно ощутить себя маленьким Потому что грех уменьшает размер Бога в нашем разуме А нас раздувает в наших собственных глазах Но простой взгляд на Вселенную, которую сотворил Бог Во мгновение око меняет все размеры И вы осознаете сегодня, что мы поклоняемся Богу Которому нет равного или подобного Со всякой силой и властью и могуществом Нет такого, как Он Нигде, во всем творении Мы здесь не поклоняемся какому-то маленькому, крохотному башку Это мы маленькие и крохотные Мы с вами маленькие и слабые и хрупкие и ненадежные Мы с вами одни из 6,5 миллиардов на этой маленькой планете размером с мяч для гольфа В этой массивной Вселенной, которую сотворил Бог Но я расскажу вам о чуде Оно просто умопомрачительное Для меня оно поразительнее размера любой звезды Это то, что хотя мы не больше, чем пар Пусть мы крохотные и хрупкие Мы отмечены величием Мы были сотворены по образу самого Бога Который выдыхает звезды и держит все во Вселенной Мы с вами вылеплены и сформированы и благословлены Богом, сотворившим все, что есть Мы с вами чудно и дивно сотворены Мы являемся чудом Вы являетесь чудом, сидящий здесь в этом здании Я хотел бы просто на мгновение напомнить вам, что каждый из вас является невероятно особенным человеком Конечно же, вы знаете, как вы появились, но все же давайте вспомним, с чего все началось Одна клетка вашей мамы нашла одну клетку вашего папы В этом есть много деталей, но сейчас мы их упустим Кстати, нам следует поаплодировать папиной клетке за столь героический поступок и роль в истории вашей жизни Одна клетка вашей мамы встретилась с одной клеткой вашего папы Каждая клетка несла в себе 23 хромосомы Мамина клетка несла половину ее ДНК, а папина половину его ДНК Эти две клетки встретились и соединились в одну единственную клетку И когда это произошло, их хромосомы объединились И они начали вместе формировать абсолютно новый код ДНК Используя четыре элемента, четыре нуклеотида Они начали записывать то, что, как мы сегодня обнаружили, является описанием из трех миллиардов характеристик того, кто вы и какие вы Написанные на языке Божьем, они сообщают ваш ДНК, ваш человеческий геном Три миллиарда характеристик происходят от этих четырех простых нуклеотидов И, сделав это, они описали вас такими, какими Бог назначил вам быть В этой одной маленькой простой клетке Ученые говорят, что если вытянуть ДНК из одной такой маленькой клетки То его длина составит почти два метра Три миллиарда характеристик, растянутые длиной в почти два метра Это так удивительно! И если бы мне пришлось прочитать ваш ДНК, читая одну характеристику за одну секунду день и ночь То мне потребовалось бы 96 лет просто, чтобы прочитать ваше описание И когда они сформировались, они нарисовали картину, которая никогда не была написана ранее в истории человечества А затем эта клетка сделала невообразимое Она поставила задачу воссоздать эту написанную модель из одной клетки Я говорю вам, вы являетесь чудом, каждый сидящий в этом месте И вы проделали долгий, долгий путь Это вы, может быть, вас в таком виде нет в вашем семейном альбоме Но это вы, когда вам исполнилось три дня 16 ваших клеток Вы говорите, что хоть это такое? Это человеческий эмбрион из 16 клеток на кончике булавки При невероятном увеличении К этому моменту та клетка превратилась в 16 клеток На своем пути к 75 триллионам клеток, из которых состоит ваше тело сегодня Каждый из этих 75 триллионов клеток содержит двухметровый код ДНК С описанием 3 миллиардов ваших характеристик Если все эти коды ДНК связать воедино То их длины будет достаточно, чтобы долететь до Луны и обратно внутри вашего тела 178 тысяч раз Вот каким удивительным творением создал вас Бог 75 триллионов клеток в вашем теле И пока я вам это говорил, 50 тысяч из этих клеток умерли И их заменили совершенно новые клетки А сейчас еще 50 тысяч клеток умерли И их сменили новые Это происходит каждые 3 секунды, днем и ночью, во все дни вашего существования Вы думаете, почему вы все время устаете? Я скажу вам, вы день и ночь совершаете невероятное дело Мы с вами являемся чудом Мне нравятся слова Августина, одного из величайших отцов церкви и людей веры Он очень точно подметил, когда сказал следующие слова Люди отправляются в путешествие, чтобы полюбоваться на горные высоты На громадные морские волны На длинное течение рек На широкие просторы океанов На круговые движения звезд Но они проходят мимо себя И даже не обращают внимания Чудо происходит в утробе каждое мгновение Вот вы в утробе в возрасте 5 месяцев Помните эти старые добрые дни? И чудеса происходят каждую секунду Я расскажу вам об одном из них Миллион зрительных нервных окончаний Начинают двигаться от центра зрительного нерва В вашем головном мозге Там, в утробе, навстречу миллиону оптических нервов Которые движутся к ним со стороны глаза И они должны встретиться и соединиться Каждый должен найти именно своего партнера Один миллион в поисках другого одного миллиона И когда они находят каждый своего партнера И соединяются, в то самое мгновение у вас появляется зрение И любой вам скажет Что самое технологически продвинутое оборудование На сегодняшний день На планете Земля Это ваш глаз Да, на тот момент вам от него не было пользы Потому что ваше глазное яблоко Было полностью закрыто кожей Но как я прочитал в одном учебнике Чудным и тайным образом В возрасте 6 месяцев Появляется маленькое режущее устройство И оно в совершенстве срезает этот самый участок кожи И первый раз в жизни у вас появляются веки В утробе вашей матери Вы чудно и дивно сотворены И Бог небес является тем Кто соткал вас в единое целое И он знает ваше имя сегодня И он знает о вас все До последней детали И он дал вам обещание И всем, кто доверяет ему Что он буквально держит их В своей руке И несет их На протяжении всех дней Их жизни Псалом 32 Который говорит о Боге Выдыхающем звезды Приобретает интересный поворот Там говорится Ибо Он сказал И сделалось Он повелел И явилось Это сила и могущество Но вот Он становится Очень личностным С небес Презиряет Господь Видит всех сынов человеческих С престола На котором восседает Он смотрит на всех Живущих на земле Он создал сердца всех их И вникает во все дела их А затем Он идет еще дальше И говорит Вот око Господне Над боящимися Его И уповающими на милость Его И вот здесь идет обещание Что Он душу их спасет от смерти И во время голода пропитает их И это важное обещание сегодня Потому что это здание И наш мир полон людей Имеющих боль У которых жизнь вышла из-под контроля Которые испытывают такие страдания Что невозможно себе представить И Бог дает обещание нам сегодня Он говорит Я творец вселенной И я создатель сердец Но также я достаточно большой Чтобы быть близко знакомым Со всеми обстоятельствами жизни Каждого из вас И я обещаю вам Не важно что случится на вашем жизненном пути Не важно насколько труден путь И какой бы темно ни была ночь Я держу вас И я буквально сохраню вас в целости Пронесу вас Через все-все обстоятельства Какими бы они ни были И когда бы они ни происходили Это обещание Бога Вы говорите Да, звучит здорово Но откуда мне знать, Луи Что оно относится и к моей жизни В настоящий момент Вот что мы на самом деле Хотим знать сегодня И я скажу вам Как вам быть уверенными Что Бог хранит вашу целостность Несмотря ни на что Для этого нужно лишь посмотреть Чуть глубже в человеческое тело И это маленькая молекула протеина Называемая ламинин Вот и я почувствовал то же самое Когда впервые услышал это слово Вкратце Рассказывая Заканчивался такой же тур Который я проводил в штате Техас И ко мне подходит парень Я бы хотел рассказать вам Со всеми подробностями Но скажу лишь Что это все было от Бога Представляется мне Спрашивает, как у меня дела Я здороваюсь Говорю, приятно познакомиться Он спрашивает Куда ты поедешь после этого тура Я отвечаю, что возвращаюсь домой В Джорджию Он спрашивает Какие у меня дальнейшие планы Я говорю, что буду проповедовать Два следующих воскресенья Вместо своего пастора В своей церкви Он говорит О, здорово О чем ты будешь проповедовать? Я говорю О славе Божьей в человеческом теле Он говорит Просто удивительно Я молекулярный биолог В университете Неподалеку от вас Расскажи мне суть Я говорю Ну, понимаешь Я не был вполне готов Изложить суть молекулярному биологу Я начинаю запинаться Во время своего разговора Он же все терпеливо переносит Говорит Ага, здорово А затем он спрашивает А какой у тебя коронный удар? У тебя должен быть коронный удар Что-то особенное под конец Я говорю У меня еще нет пока коронного удара Он говорит Эй, Луи Твой коронный удар Это ламинин Я вообще ничего не знаю о ламинине Он говорит Луи Это молекула белка В межклеточном материале Молекула протеина Ты знаешь о протеинах? Я говорю Нет Он говорит Луи Молекулы организованы В определенные молекулярные структуры И это определяет Какими протеинами они являются В человеческом теле Содержится от 10 до 60 тысяч протеинов Мы даже не знаем Сколько всего разновидностей протеинов Но один из них Это молекула белка Которая организована В такую определенную структуру Что говорит клетке В чем ее заключается работа В организме И это та самая молекула Называемая ламинин Я говорю Ну ладно Он говорит Нет, Луи Это как стержень в теле Как арматура Которую закладывают в бетон Когда закладывают основание Она выполняет те же функции Она удерживает вместе мембраны Это клет человеческого тела, Луи Это ламинин Ты должен рассказать им про ламинин Я говорю Я обещаю Что когда я приеду домой Я расскажу им про ламинин И я уверен Что после этого возрождения Охватит церковь И возможно захлестнет весь мир А он говорит Нет, послушай Ты должен увидеть ламинин Я такой Ладно Давай посмотрим Он говорит Нет Ты найди его в интернете Зайди на сайт гугл И напиши ламинин Я даже не знаю Как пишется слово ламинин Он достает свою визитку И с обратной стороны пишет Ламинин Я говорю Ладно Я не могу дождаться Когда же доберусь До своего компьютера Зайду на гугл И напишу ламинин Выбираю показ изображений И жду Начинают появляться Эти маленькие картинки И я такой Вот это да Это ламинин Это и есть Это молекула Я в таком восторге Я глазам своим не верю Я люблю ламинин Я был просто вне себя Я полагаю Что вам нужно увидеть ламинин В этом все дело Правильно? Вот Научная диаграмма ламинина Молекулы Которые держат ваше тело Как единое целое Вот что я нашел Вот здесь Согласитесь Это потрясающе Это просто невероятно Я поверить не могу Я моментально пишу Электронное письмо Этому парню В котором говорю Вау-вау-вау-вау-вау-вау Как такое может быть? Он говорит Ты хочешь увидеть Как по-настоящему Выглядит молекула ламинина? Я говорю Да нет С меня хватит И диаграммы Я и так счастлив Не утруждая себя Что-то мне высылать А потом такой Конечно хочу Он присылает мне Это изображение Сделанное с помощью Электронного микроскопа Настоящей протеиновой Молекулы ламинина Она выглядит вот так Я думаю Как это потрясающе Что то Что соединяет наше тело Удерживает ваши органы вместе Вашу кожу На месте Имеет совершенную форму Креста Нашего Господа Иисуса Христа И моментально Я начинаю думать Над словами Павла В первой главе Послания к Колоссянам Вы знаете Этот прекрасный отрывок Где Павел говорит О превосходстве Христа И самодостаточности Христа И что Иисусом Христом Все сотворено Все небесное И все земное Все было сотворено Иисусом И для Иисуса Но в следующем стихе Мы читаем Невероятные слова Он Иисус Прежде всего И в нем В Иисусе Все стоит Или другой перевод Держится вместе Это прямо здесь Я говорю Ну конечно же Конечно же Все соединено Все соединено В Иисусе Христе И Павел продолжает И в конце этого отрывка Он рассказывает Историю благодати Он говорит Ибо угодно было Богу Чтобы вся Его полнота Обитала во Христе И через Христа Примирить с Собою Все Умиротворив Через Его кровь Пролитую На кресте И вот вы в самом трудном месте Своей жизни Откуда вам знать Что Бог сохранит вас И выведет вас из этого Вы знаете это Потому что есть крест Стоящий над историей Он вырисовывается И над этим зданием сегодня Это то место Где тот Кто выдыхает звезды Стал тем Кто понес грехи Где Творец Вселенной Стал Спасителем Человечества И это доказательство Что Бог не всегда Меняет обстоятельства Он не изменил их Для Иисуса На том холме За Иерусалимом Но крест Является также Доказательством того Что у Бога Всегда есть цель Во всех наших обстоятельствах И Его цель И Его план Свершаться И восторжествуют Над любыми обстоятельствами В этом мире Итак мы закончим Следующим вопросом Он находится Прямо в середине 40 главы Книги пророка Исаии Где пророк говорит О могуществе Бога Что Он распростер небеса Как тонкую ткань И раскинул их Как шатер для жилья Он выводит звезды Одну за другой Называя каждую из них Своим именем Но потом Он делает поворот И говорит Как же говоришь ты Иаков И высказываешь Израиль Что путь твой Сокрыт от Господа И дело твое Забыто у Бога твоего Другими словами В истории Израиля Был период Когда им казалось Что Бог совершенно Потерял их из вида И да Я верю Что Бог достаточно велик Чтобы сотворить мир Я даже верю Что Бог создал И сформировал меня А затем наступает Настоящее время Нашей жизни Я приму тот факт Говорите вы Что Бог отдал Своего Сына на крест Но что мне действительно Нужно знать Прямо сейчас Это Видит ли Бог Через что я сейчас Прохожу Видит ли Он Как мне тяжело Знает ли Он Что я больше Не могу сделать Ни шага Или прожить Еще один день Заботит ли Его это И может ли Он Что нибудь Сделать с этим Вот что мне нужно знать И Исаия Отвечает Он отвечает Другим вопросом И это вопрос Для нас Вот Он говорит Разве ты не знаешь Разве ты не слышал Что вечный Господь Сотворивший концы земли Не утомляется И не изнемогает Разум Его Неисследим Он огромен Он выдыхает звезды Он велик Но послушайте Что Он любит делать Этот Бог Этот Творец земли Я не устаю И не изнемогаю Мой разум Тебе не постичь И вот что делает Этот Бог Он дает Утомленному Силу И изнемогшему Дает крепость Утомляются И юноши И ослабевают И молодые люди Падают А надеющиеся На Господа Или другой перевод Говорит Ожидающие Бога Еврейское слово Просто обозначает Людей Которые стоят Прямо посреди Безумия Прямо посреди Боли Прямо посреди Хаоса Прямо посреди Долины Смертной тени Им тяжело Они имеют дело С самыми тяжелыми Жизненными ситуациями Находясь посреди Всего этого Они говорят Знаете что Я не вижу того Что делает Бог Я не понимаю В чем заключается Но я одно скажу Я не перестану Надеяться на Бога И я собираюсь Стоять прямо здесь Посреди этого момента И я буду верить Что Бог сидит на троне Что у Него есть Цель для моей жизни И план для моей жизни И я верю Что я увижу Благость Божью В земле живых И я не перестану Верить в это Что бы ни происходило Вот что означает Слово Надеющийся И ожидающий Господа И он говорит Вот обещание Что он Изменит обстоятельства Нет Хотя он может И это сделать И он делает это Но его обещание Больше чем это Он говорит Надеющийся на Господа Я обновлю Вашу силу И когда вы думаете Что вам не дожить До следующего вздоха Бог говорит Я дам тебе достаточно Чтобы продолжать Идти вперед И достаточно Чтобы продолжать Достаточно Чтобы продолжать И продолжать идти И продолжать идти И продолжать идти Вы продолжаете надеяться А я продолжаю Давать вам силу И вы чувствуете, как будто вас подняли на орлиных крыльях И вы побежите и не устанете Пойдете через все это и не утомитесь Он говорит, я буду держать тебя Даже когда ты отпустишь меня Я от тебя не отойду Знали ли вы, что есть миллионы и миллионы и миллионы микроскопических крестов Удерживающих вас, как единое целое, прямо сейчас И один гигантский, славный крест Иисуса Христа Который удерживает каждого из нас, кто доверился Ему Соединяет нас с Небесным Отцом и соединяет Небесного Отца с нами И Он будет продолжать соединять нас с Ним Этот крест во веки и веки и веки вечные Нас никто никогда не похитит Из сильной руки Бога, сотворившего Вселенную И Он выведет нас из любых обстоятельств Это обещание вечно живущего Бога Аминь Пусть Бог благословит вас Пусть Бог вас благословит Пусть Бог благословит вас благословит